Еще раз поздравляю вас с наступившим Новым Годом и хочу сделать маленькое объявление. На канале в разделе «Скорая помощь» появились новые прелесты. Первый. Скорая помощь по биологии, физиологии и медицине. Второй прелест. Перевод медицинского на русский. Третий прелест. Учимся на ошибках. Лучше чужих. Почему появились эти темы и эти прелесты? Часто при личном общении мне задают вопросы по биологическим наукам и медицине. Часто на эти вопросы нужно ответить быновенно. Сейчас. Часто эти вопросы могут представлять интерес для многих людей. Да, ответы на эти вопросы берут много времени у тем, которые хотелось бы ответить мне. Для построения целостного канала по физиологии и медицине. Но отказать помощь чем-то не нуждающимся в этой информации, скорой информации, было бы негуманно. Иначе они утонут в море информационного интернета и не решат свой вопрос. Мы можем оказать некоторую помощь. Перевод с медицинского на русский. Многие пациенты жалуются на своих врачей, что они разговаривают с ними на языке, которое они не знают и не понимают. Этот медицинский язык требует перевода. Но мне бы хотелось помочь им. Учимся на ошибках. В последнее время мне пришлось знакомиться с разного рода контентом в интернете и удивился огромному количеству элементарных ошибок или сознательных неточностей, которые авторы не спешат исправить, даже после того, как на них указывают опытные эксперты. Не хочу относить себя к очень опытным экспертам, но тем не менее, когда я пишу в комментариях, что это не совсем так, через некоторое время этот комментарий убирается, и чайники опять поглощают неправду. Значит, люди кушают отравленную невеждами информацию. Нужно помочь людям, студентам, школьникам употреблять качественный информационный продукт, знания, настоящие знания. Все допускают ошибку, но на ошибках учатся. Лучше это делать на чужих ошибках. Теперь о том, зачем создан канал и как он устроен. Но я хочу повторить, изменить трейлер. Канал личный. Работает без накруток и ботов. Какие основные теги? Конечно, физиология, функциональная диагностика, ЕГЭ, ОГЭ. Много тегов, да? Не знаю, посмотрим, как они помогут или нет в раскрутке канала. Ролики записываются вживую. Это принцип канала. То есть, поступил вопрос, создается ролик. От кого поступают вопросы? Студента, абитуриента, клиента. Просто любознательного человека. Значит, если задается вопрос или задается тема, ну, в принципе, тут же записывается ролик. На чем записывается? Но техники, особенно сейчас, когда мы отъехали из Белгорода, на элементарной технике, смартфон, на лэптопе с Windows 10, вот редакторы Windows 10, без сценария, без репетиции, без дублирования, дубляжа. Давайте несколько сценарий. Какой сценарий? Ну, который был, который создавался в предыдущих 40 лет. Это лекции. И вы можете, например, я беру кусочек лекции, да, и использую его в создании ролика. Монтируется тоже с помощью примитивной, на сегодняшний день, техники. Куда есть? То есть, нет каких-то особых редакторов. Вот недавно начал использовать шоткут, да, или шоткат. Но, в общем-то, надо хорошо освоить. А так, это редактор Ютуба и редактором видео того же Windows 10. Качество страдает? Да, безусловно. Я, когда просматриваю свои ролики, а это и делаю все-таки после записи, часто замечаю оговорки. Но ошибок я бы не сказал, чтобы я принципиально какие-то допускал ошибки. На мой взгляд. Трудно воспринимать свою речь со стороны. Слова-паразиты, разрывы в словах и францы, причмокивания, плохой микрофон, посторонние звуки. Прибегают при записи какие-то люди. Студии у меня нет отдельной. Это все мешает слушать. За это все простите. Но переписывать не буду. Если желаемая информация донесена, донесена до пользователя канала, да, или этого контента, да, но я благодарен судьбе, да, я удовлетворен. Но если уже совсем бывают короткие, ну, когда совсем сразу же напорол чем-то, да, ну, тогда переписываются. Но дубляжа, как правило, нет. Это живые ролики. Как говорят, живой звук, да, это живой звук. Ценю я форму и речи, и содержания, но форму не в ущерб содержанию. К сожалению, в сети много образовательских роликов на образовательной земле, да, где много актерства. Девушки симпатичные размахивают руками или вступают, скажем так, в разговор с слушателями вебинара, да. Ну, в случае поиска, так, ну, можно, в общем-то, но это теряемое время, да, иногда теряется суть. Значит, если вы найдете мои грубые ошибки, прошу сообщать, очень прошу сообщать. То есть, и тогда уже будут какие-то действия. Благодарность, упрямую ваши советы, замечания, пожелания. Ролики короткие. Ну, в принципе, так и просили студенты. Как правило, короткие. В описании видео есть линки, то есть гиперссылки, которые определяют порядок и необходимость просмотра разных роликов по одной теме. То есть, если... Ага, вот переключился не то, что я хотел. Ну, ладно. Если, скажем, тема не полностью раскрыта, желательно, чтобы сразу это все прочитали, но пользуйтесь гиперссылками на описание роликов. Там как раз и будет определяться порядок прослушивания этих роликов. Значит, скоро будут писаться шорты, но пока что-то не получается. Ну, и все. И так до новых интересных встреч. Этот ролик я тоже дубрировать не буду. Как получилось, так и получилось. Спасибо. Спасибо.